Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Прав нет, улетел с кювет. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на улице проезжей в Кирове. Присела пока только на скамью подсудимых. Девушка в ходе допроса призналась в содеянном, рассказала, что именно она нанесла смертельные травмы своему сыну. Начался судебный процесс. На данной Шишкиной ее обвиняют в убийстве двухлетнего сына. Ты боишься? Что? Да нет! Да нет! Нет! Нормально, Дмитрий! Попал в незнакомую компанию «Держи язык за зубами!» Нет, ты видишь? На меня смотри! Сюда смотри! В поселке Медведок в квартире двое мужчин избили сотрудника полиции, а потом один из них угрожал убить его из арбалета. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на улице проезжей в Кирове. Там вылетел в кювет водитель «Лады 12» модели. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Авария произошла 17 июня в 4.10 утра у дома 50Б по улице проезжей. По предварительным данным, 31-летний водитель 12-й вылетел за пределы дороги и перевернулся. От удара он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Выяснилось, что у лихача не было прав. За это ему полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Еще одно ДТП с перевертышем произошло в Кирово-Чапецком районе. По предварительным данным, 45-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Единственный участник аварии получил травмы, медики оказали ему помощь. На улице Дзержинского в Кирове произошли два ДТП с участием двухколесного транспорта. По предварительным данным, с начала у дома номер 56 69-летний водитель Ниссана Альмера выехал со второстепенной дороги и не заметил мотоцикл Кавасаки. От удара 30-летний водитель байка получил травмы. Через 7 часов у дома номер 90-1 по этой же улице 33-летний водитель УАЗа столкнулся с мотоциклом Кавасаки. В этой аварии травму получил 28-летний мотоциклист и его пассажирка, по данным ГИБДД, госпитализация им не потребовалась. На улице Щерса у дома номер 101 произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 27-летний водитель 13-й наехал на 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по правилам. Пешеходу понадобилась медицинская помощь. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В Кировском областном суде начался судебный процесс. На данной Шишкиной ее обвиняют в убийстве двухлетнего сына. Напомним, все произошло 14 августа прошлого года в квартире на улице Дружбы. В тот вечер пьяная мать пришла вместе с сыном в гости к двум своим знакомым. Когда оперативники приехали на место убийства, было сложно понять, кто совершил преступление. 29-летняя мать ребенка Анна и ее собутыльники были сильно пьяны. Все вероятные подозреваемые были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Девушка в ходе допроса призналась в содеянном. Рассказала, что именно она нанесла смертельные травмы своему сыну. Данный факт также подтверждается показаниями очевидцев произошедшего и иными доказательствами, полученными в результате проведения комплекса первоначальных следственных действий. До этого признания в совершении убийства подозревали 41-летнего знакомого матери. Он также был в квартире, они вместе выпивали. В квартире был и третий мужчина, он стал свидетелем. Известно, что он видел, как Анна держала в руках нож. Погибшему мальчику было 2,5 года. По словам соседей, мама ребенка Анна выпивала регулярно. И не только водку, но и шкалики. По данным полиции, женщина состояла на учете в ПДН. У нее наождевение остался еще один мальчик. Также в рамках расследования указанного уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие трагедии. Дана надлежащая правовая оценка действиям территориальных органов системы профилактики. Помимо этого, будет инициирован вопрос о лишении родительских прав в отношении данной девушки по отношению к ее второму малолетнему ребенку. Во дворе дома, где произошло убийство, было много слухов, в том числе и шокирующие версии произошедшего. Кто-то вообще рассказывает, девчонка тут подошла из япономании, говорит, поваров, как понятых поваров, в общем, с япономании зазвали, говорит. Кто-то, в общем, такое сказал, что кому-то, говорит, захотелось человеческого мяса, и вот они, 8 ножевых ранений, да, вы представляете. Человеческое мясо захотелось? Да, вроде кто-то сказал, вроде давайте человеческого мяса, и вот они убили ребенка. Эта версия, по данным следствия, не подтвердилась. На теле погибшего были обнаружены только колото-резаные раны, около 8 ножевых ранений. Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области намерен представить суду доказательства, которые изобличают обвиняемую в совершении инкриминируемого преступления. Это показания свидетелей, протоколы, в том числе с осмотром места происшествия, заключения экспертов, характеризующие данные на подсудимую, иные материалы уголовного дела. Сейчас за убийство малолетнего Анне Шишкиной грозит минимум 8 лет, максимум пожизненное лишение свободы. Михаил Вагин, место происшествия. Сделаем небольшую паузу, смотрите далее. Оступилась и попала в глубокую яму. В Малмышском районе утонула 17-летняя школьница. Три человека погибли под тужой. Водителю 12-й Максиму Гребневу вынесли приговор. Его признали виновным смертельной аварии на трассе. Ты боишься что ли? Стоять! 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 Нет! Давайте, Дмитрий! Попал в незнакомую компанию «Держи язык за зубами». В поселке Медведок в квартире двое мужчин избили сотрудника полиции, а потом один из них угрожал убить его из арбалета. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Малмышском районе утонула 17-летняя школьница. Это произошло 16 июня на реке Вятке и до сих пор поиски погибшей продолжаются. Водолазы проверяют дно, полицейские обыскивают берега. Все подробности в рубрике «Сводка». 17-летняя девушка утонула в Малмышском районе. Как выяснилось, она приехала с родителями из Удмуртии отдохнуть на реке вместе с еще двумя семьями. Детей переправили на лодке на остров посередине реки первыми. Потом лодка вернулась на берег за взрослыми. В это время дети прогуливались по песчаной косе. Школьница оступилась и попала в глубокую яму. Спастись ей не удалось. К сожалению, в этом году большой рост гибели людей на водоемах. На данный момент уже 11 человек. При купании уже утонуло 6 человек. Причем двое из них дети. Дети оставлены без присмотра родителей. Трагедия произошла 16 июня. Поиски погибшей продолжаются до сих пор. Сотрудники полиции прочесывали реку, обыскивали берега вниз по течению. На место также выезжали водолазы, проверяли дно вятки. Поисковые мероприятия продолжаются. В Яранске вынесли приговор 25-летнему жителю Тужинского района Максиму Гребневу. Его признали виновным в совершении ДТП, жертвами которого стали три человека. Авария произошла 5 декабря на трассе в Тужинском районе. Гребнев за рулем 12-й не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой. В результате ДТП три пассажира, обоих автомобилей погибли. Водителю пассажиры Лады причинен тяжкий вред здоровью. Суд согласился с мнением государственного венителя прокуратуры Тужинского района. Признал осужденного виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении. Также по решению суда Максим должен будет выплатить моральную компенсацию матери одного из погибших – 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. В Кирове вынесли приговор 36-летнему организатору азартных игр. Мужчина установил игровые терминалы в круглосуточных магазинах и кафе и под видом торговли бинарными опционами проводил интернет-игры на деньги. По всему городу у него было расставлено более 20 терминалов. К примеру, на Московской, Ломоносова, Свободы, Чапаева, Мопра, Лепсе, а также в Нововятске и Ленгасова. Незаконный бизнес он вел в течение двух лет до тех пор, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками полиции и Следственного комитета. В итоге мужчину признали виновным. Ему назначили судебный штраф – 100 тысяч рублей. Волонтеры и полиция разыскивают в Кирове 23-летнего Владимира Кузюткина. 14 июня он ушел из дома и не вернулся. Если вам известно что-либо о пропавшем, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. В поселке Медведок в квартире двое мужчин избили сотрудника полиции, а потом один из них угрожал убить его из арбалета. Как выяснилось, сержант полиции из Кирова Денис Кошкин отдыхал в поселке, был не в форменной одежде. В незнакомой и пьяной компании у него произошел конфликт с ранее судимыми Дмитриями. Мужчины сначала терпели унижение, а утром около четырех утра вооружились арбалетом и пошли на разборки. Ты боишься, что они... Да нет! Что это? Нет! Давайте, Дмитрий! В квартире 31-летний Дмитрий дилекторски избивал полицейского Кошкина, а 27-летний Дмитрий Будько достал заряженный арбалет. В этот момент Кошкин уже лежал на полу, девушки-очевидцы пытались остановить незваных гостей. Кошкин ушел умываться. Судя по материалам проверки, дилекторский уходя крикнул «10 тысяч или жизнь?». Возможно, после этой фразы и началась проверка по 162-й статье «Разбой». Но на самом деле два Дмитрия ничего не взяли и возбуждение уголовного дела было отказано. Также выяснилось, что налетчики не знали, что Кошкин – полицейский из Кирова. В итоге дилекторского обвинили в побоях, а арбалетчика Будько в угрозе убийства. В отношении гражданина, угрожавшего арбалетом, дознавателем органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». По окончании расследования дело будет направлено в суд. По словам арбалетчика Будько, 22-летний полицейский Кошкин сам спровоцировал этот конфликт. Дмитрию не понравилось поведение Дениса, и он решил его проучить. Поведение сержанта ППС Кошкина оценили и в управлении МВД. Видимо, действительно, в тот вечер сотрудник позволил себе сказать лишнее, чем вызвал такую реакцию. За нарушение правил поведения, установленных федеральным законодательством, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас расследование уголовного дела за угрозу убийством продолжается. По словам Будько, полицейский не имеет к нему претензий. Сам Дмитрий сожалеет, что взялся за арбалет. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что будет дальше. Цеплял обочины и выезжал навстречу. На улице Павла Корчагина камера зафиксировала маневры неадекватного водителя на 14-й. Испугал водителя. Блин, дед долбанный. Под колеса полезно. Внезапно появился из-за деревьев седовласый пешеход на улице Преображенской. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Павла Корчагина камера зафиксировала маневры неадекватного водителя на 14-й. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Павла Корчагина вилял по дороге, цеплял обочины и выезжал на встречную полосу странный водитель «Лады». Это чудо-езда продолжалось бы еще долго, если бы не поворот. После удара в дерево водитель слегка стих и избавил скорость, но продолжал ехать. По словам автора видео, с виду шофер был пьян, очевидцы в итоге вызвали полицию. Внезапно появился из-за деревьев седовласый пешеход на улице Преображенской. Мужчина думал, что никого не испугал и никому не помешал. Блин, дед долбанный. Под колеса полез. В неудобной и опасной ситуации оказался начинающий водитель синей иномарки. Он нерешительно поехал на желтый сигнал. Он должен покинуть перегресток. Он должен покинуть перегресток. Это величина. Да, конечно, новичок будет, чтобы в бычину не заехать. Резко передумал ехать по улице Базовой водитель белого фургона, когда увидел состояние дороги. Из рубрики «Удивительное рядом» на улице Воровского сначала хитрый водитель белого фургона. Нагло повернул налево. Затем не менее нагло со встречной полосы приехал «Лексус». Очень полюбился дрифтерам перекресток улиц Поповой и Чистопрудненской. Один из них на черном «Мерседесе» развернулся на 360 градусов. Михаил Вагин. «Место происшествия». На этом все. Это был проект «Место происшествия». Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на видеорегистратор, присылайте ваши видео на нашу электронную почту mpkirovsobaka-inbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». Также не забывайте подписываться на наш инстаграм и на ютуб-канал Первого городского канала. С вами был Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском.